Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святые мученики Гурий, Самон и Авив пострадали в сирийском городе Эдеса на юго-востоке, на юге Турции. Гурий и Самон пострадали в начале, лет через 20 примерно пострадал Авив, который был в сане Диакона. Пострадали за Христа в Диоклетианово гонение Гурий и Самон. Мучением для них было подвешивание за одну руку на 5-6 часов. Потом их посадили в какое-то темное место, подвало подобное, где очень долго держали без еды и воды. Потом вывели и подвесили за ноги вниз головой. Но все это было без успеха и потом отсекли обоим головы. Они помолились обои, до конца дотерпели и ушли в рай. Авив пострадал там же, только лет, повторяю, примерно через 20. Он был Диаконом. Был очень смелый Диакон. Вообще Диакона, нужно сказать, что у нас произошла какая-то редукция церковной жизни. И у нас Диакона это реветь, рычать, петь, паки-паки, рцем-вси и все. А вообще Диакона, они были проповедниками, учителями. Это были руки и уста, и глаза, и уши епископа. Диакон Лаврентий, Диакон Евпол, Диакон недавно был, поминался, и Викентий, Диакон из Сарагосы. Они были проповедниками. Они благовествовали Евангелие. Они учили детей, решали имущественные вопросы, содержали казну церкви. Решали все нотариальные, всякие документальные, письменные вопросы. То есть были руками епископа, глазами епископа. И были чрезвычайно важные люди в церкви. Чтобы вы понимали, в Константинополе, если хотели Диакона наказать, его рукополагали в священника. И слали на приход. Пшел, иди, служи. Потому что Диакон в Константинополе был, конечно, по сану ниже священника. Он не может совершать евхаристию, но они по жизни, по сути, были выше Диакона раньше. А потом, когда у нас так получилось, что Диакон просто паки-паки, до свидания. Так вот, Авив был Диаконом, проповедником. Очень смелым проповедником. При провелении императора Лициния он был схвачен. И после долгих мучений ему посчитали, что ему мало просто голову отсечь. Потому что он был такой раздражительный фактор для врагов. Его сожгли на медленном огне человека. И стомили в огне. Когда его вели на место казни, мама его шла за ним, одетая в белую одежду. Что такое мама христианка? Она не будет выкупать любой ценой сына своего из предстоящей беды. И, особенно если беда, это лужина, например, за грехи. Или беда, не беда совсем, а царский венец за Иисуса Христа. То есть раньше мамы такое умели. Потом тоже умели. Конечно, таких мам бывает немного. Но есть такие. Это похвала церкви. Это великое дело, чтобы мать скрепила свое сердце и сказала, все, иди мучься. Иди страдай, потерпишь немножко. Как Соломия, мама седьми мучеников Маковеев. Как Вера, мать Надежды и Любови. Вернее, София, мать Веры, Надежды и Любови. Такие матери были раньше. В общем, они, пострадавшие, легли мощами в одно место. Погребены были. И потом они стали покровителями христианского брака. При следующих обстоятельствах. Некий воин по происхождению Год. То есть один из варваров. Может быть, они уже были арианами. Нет, наверное, нет еще. Значит, варвар. Где-то в будущем войске римском квартировался в этом городе Эдеса. И там ему понравилась некая девица, христианка. И он предложил ей руку и сердце. Но было подозрение, что у него на родине есть жена. И вообще есть семья. Но как-то поверили ему, отпустили эту девушку с ним. И когда он вернулся домой, оказалось, что действительно у него есть жена, семья, дети. И эта девушка, которая приехала с ним, она уже разделила с ним ложи. Она уже была как наложница. Ну, как рабыня. И там было очень много разных всяких сложных перипетий. Конечно, жена, природная жена этого Гота, имела ее себе как соперницу и врагиню. И заключили ее, значит, в конечном итоге, в некое место, подобное гробу, чтобы там ее сгноить от голода и одиночества. И поскольку она была из Эдесы, и она помнила и знала этих святых эдесских, этих Гурия, Самона и Авива, и больше ей звать некого было на помощь, она стала усердно молиться этим мученикам, которых знала с детства. И они явились ей и забрали ее оттуда, из этого смертного тюремного заключения. А потом этот год вернулся еще раз в Эдесу по каким-то делам и сказал, что, дескать, дочка ваша в порядке, все с ней хорошо. И тут она вышла к нему, в общем, понял. В общем, он был наказан за это смертью. Она осталась жива. А Гурия, Самона и Авив, получается, вступились за женщину, попавшую в такой моногамный брак и бывшую оскорбленной, обиженной в самых своих светлых чувствах. И с тех пор есть традиция вообще по местам, в разных церквах, в разных епархиях, по приходам, есть традиция обращаться к Гурию, Самону и Авиву с помощью о крепости брака и об отсутствии в браке в будущем, когда он заключится, и что потом дальше он потечет, чтобы там не было больше таких, значит, вообще не было обманов, коварств и всякого злодейства. Я знаю священников, помню, которые, например, на приходах своих, совершая браковенчание, вначале обязательно, конечно, исповедовали супругов будущих, причащали их, а потом еще служили совместно молебен с акафистом Гурию, Самону и Авиву накануне венчания. То есть даже, вот я помню, такие были священники, которые по традиции церкви избирали Гурия, Самону и Авиву в ходатаев за христианский брак. Ну и поскольку такая вот тема, то сегодня мы возьмем с вами несколько отрывков из Священного Писания, которые нужно изучать, знать, помнить, любить, цитировать в нужном месте, в нужное время и наслаждаться им нужно, наслаждаться Писанием, посвященных теме брака. То, что мы читали на службе, пророк Малахия, смотрите, что он пишет. Вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает на умилостивительные жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою, юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. То есть во время апостола Малахии, очевидно, распространил... Это последний пророк из письменных пророков, после него книг больше не было, и несколько столетий, до 400 примерно лет, уже евреи ожидали Мессию. Писание больше не прилагалось к закону и пророкам. В это время, как видим, у Малахии написано, что у евреев распространилось такое, даже не прелюбодеяние, прелюбодеяние описывается у Еремии. Он пишет, что каждый из вас, как откормленный конь, ржет на жену другого. И добавляется вопрос, разве я вас не накажу за это? То есть блуд, он как бы постоянно присутствует в жизни всех народов, в тех или иных пропорциях и вещах. Но здесь мы видим нечто другое, это не просто блуд, это просто мужья выгоняли своих жен и брали себе других. И жены приходили в Храм Божий и обливались слезами пороги жертвенника и ступеней храмов. И это приводило к тому, что Бог не принимал, как пишется, жертвы умилостивления от рук народа. То есть люди приходят с жертвами, с дарами, с молитвами, с просьбами. И Господь говорит, а я не приму и не хочу ваших этих всех молитв, потому что вы вероломно поступаете с женой юности твоей. Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей. Ты обманул ее, ты поступил с ней вероломно. Ты выгнал ее и так далее. И поэтому жертвы твои не принимаются. Актуально это сегодня? Я думаю, что актуально. Потом, например, человек бросил одну жену, женился на второй, бросил вторую жену на третью, бросил третью жену на четвертую. Это все очень даже распространено. Это в порядке вещей. Некоторые еще пошутят, а он на женщинах женится. Да, по нынешним временам нормально. Некоторые на мужчинах женятся. Раз, на женщинах в порядке. Ха-ха-хи-хи, так все проехало. На самом деле Бог не принимает жертву, не принимает молитву, не принимает просьбу и не хочет миловать людей, которые вероломно поступают с подругой юности своей. Как дальше мы почитаем? Любезной ланью и прекрасную серную. Это такая тема актуальная для всех времен и всех народов. При этом евреи, мы вынуждены о них говорить, потому что они наши старшие братья в вере. Не все из них верующие в Иисуса, далеко не все, к сожалению, но многое из того, что знаем мы, они узнали лет на 700 раньше. Значит, у них были разные духовные школы, и некоторые духовные школы максимально облегчали вопрос развода. Сегодняшние охамевшие женщины, не буду стесняться этого слова, хоть вы треснете от зависти и злобы, значит, там, хоть лопнете, как жаба, передувшаяся на болоте. Охамевшие женщины сегодняшние, они слишком уж совсем, как бы не имея ни совести, ни знаний, они говорят, что, дескать, нас поработило христианство, нам тяжело живется, нам жестоко живется в этом патриархальном обществе. Вот слушайте внимательно. Как можно было развестись в патриархальном обществе раньше? Если жена зевнула, не закрыв рта на улице, ты можешь разводиться с ней в тот же день. Слышите, это законы были такие. Если жена пересолила пищу два раза в течение дня, разводись с ней в сегодняшний день. Если она посмела сказать кривое слово на твоих родителей, на родителей отца, мужа, разводись с ней сейчас же, выгоняй ее. Вы знаете, почему на Востоке женщины часто носят на себе кучу-кучу разных украшений? Они обвешаны, не знаю, как музейный экспонат. У них и в ушах лучше всего, и на запястьях, и на ногах, и на шее, и на шее. Потому что выгнать ее можно в сию секунду, и забрать она может только то, что в руки возьмет. Вот то, что со мной, то мое. Поэтому они на себе носят все, что могут. Если бы можно было, они бы чем-то с бельем носили. Потому что выгнать может муж в любое время. У нас есть такое. Боже, сохрани, у нас такого близко нет. И никогда не было, между прочим. При всех жестких законах, там на Руси, там все такое, там это, можно было там вожжами по спине прогуляться, значит, и никто бьет, значит, любит такое. Были всякие перегибы, но такого не было никогда. Вот у них было такое, полно было такого. Там было количество законов, разрешающих развод, просто умопомрачительное. То есть, по сути, ты в любое время мог сказать, слушай, надоело ты мне. Ну надоело, иди отсюда. И уходила, и никуда не могла деться. И потом нельзя было принять ее обратно, даже если бы ты захотел. Даже если ты захочешь ее взять, уже не можешь, все. Вот оно все такое было. Так мы сейчас живем в раю. Сейчас наоборот все. Сейчас все поменялось. Сейчас жены выгоняют мужей на улицу, как собаку ненужную. Такое, что ты постарел, постарел кот, мышей не ловит, как бы, ну иди гуляй, как бы, значит, под дождь на улицу. Сейчас все меняется. Поэтому жаловаться не на кого, как бы, значит. А вот в те годы Малахия говорит, что ты поступил вероломно с женой юности своей. И поэтому Бог не принимает твои молитвы. В этом смысле оно сохраняет свою актуальность, потому что нужно... То есть женщина как бы отдает себя мужчине, мужу, и по сути на этом мужчине вместе с ним и в нем увядает вся ее нетронутость, красота, свежесть, это легкость, это благоухание. То есть она превращается в замужнюю женщину. Вот он, тапки, бигуди, половник в руки, как бы, значит, до свидания. Она подарила тебе все лучшее, что у нее было. У нее больше ничего нет. Два раза такое не дарится. Ну, дарится раз и все. Поэтому девочки должны быть осторожны, кому себя отдать, кому себя вручить, кому себя доверить, с кем свою жизнь связать, потому что однажды подаривши себя, ты больше не имеешь, что подарить. У тебя больше ничего нет, таких, как ты теперь. Несколько миллиардов. А до сих пор ты была одна такая, нетронутая, одна моя. Вот теперь ты моя, все. А если вдруг вот это вот потоптать ногами, как бы, все, до свидания. Поматросил, да, и бросил. То это великая обида, потому что ей больше нечего тебе принести. Об этом говорит Малахи, это в контексте того, что мы поминаем Гурия Самона и Авива, покровителей честного брака. Вообще, Библия, эта книга ведь такая не, не, значит, ригористическая, кому-то, может быть, кажется, что это какой-то сборник жестоких правил. В каком-то смысле, эта книга очень веселая, а иногда очень игривая, а некоторые места просто прямо эротичны, вы не поверите. А некоторые места к ней Библии нельзя давать детям до 16, а некоторые места нельзя давать человеку до 33 лет, до 30 вернее, пока он там уже не повзрослеет умом. То есть многое из Библии нельзя давать. Допустим, у нас в методиках наших школьных творение мира рассматривается как один из предметов урочных. То есть может в 5, 6, 7 классе можно рассуждать с детьми о том, как Бог сотворил мир. Свет от тьмы отделил, воду от суши, сушу оформил так, собрание вод назвал морями. А у тех же евреев эти первые главы бытия нельзя было читать до 30 лет. Потому что не может понять этого человек. Не может. И нельзя давать ему ту пищу, которую он не может переварить. Сверху грудного младенца, который только сиську сосет, кормить котлетами. Мы его убьем. Мы не просто повредим его желудок. Мы его просто убьем. Он задохнется, он не пережует эту пищу. А у нас в законе Божьем такое есть. Когда мы этому сопляку благословенному, которому 12 лет, мы ему насыпаем на голову то, что вообще не вмещается в голову 70-летнему старцу. Так нельзя. Надо читать не бытие, а притчи и псалмы в юности, в детстве. А потом уже потихоньку... А некоторые вещи, повторяю, просто нельзя читать человеку, который боримый с тростями, там и не очистился от каких-то таких элементарных юношеских заблуждений. Вот сегодня я хотел прочесть, но на службе, но прочту сейчас. Смотрите. Сын мой, Соломон пишет, заповедь есть светильник и наставление свет, назидательное поучение, путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной жены, от льстивого языка чужой. То есть, видите, если там у Малахии мы имеем женщину обиженную, брошенную мужем, выгнанную ни за что, из-за блуда и прелюбодеяния, то здесь мы видим некую опасность от чужой жены, потому что есть и такая опасность. Женщина не всегда жертва, женщина иногда страшный нападающий враг. Это известно всему миру, это не шутка. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет тебя она ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Запомним это под запоминание. Из-за блудной жены обнищевают до куска хлеба. То есть, сегодня у тебя есть заводы, газеты, пароходы, только влюбись в блудницу. Через три года сам не поймешь, как будешь просить прикурить на улице у бомжа, и возле мусорника будешь ночевать с собаками бродячими. Из-за блудниц обнищевают до последнего куска хлеба. Я видел это лично, клянусь. Это правда Божия. А замужняя жена уловляет дорогую душу. Замужняя жена – это значит жена, которая позволяет себе смотреть направо, смотреть налево, думать кривое, желать худого и где-нибудь себе там ловить таки на всякий случай удовольствие. От мужа она уходить не хочет. Нет. Но и блудить себе направо и налево позволяет. И вот эти замужние женщины – развратницы. То есть блудницы, живущие с мужем, так их назовем. Это Библия. Спорьте с ней хоть до умирания. Не переспорите вы ее. Они ловят дорогие души. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден, но, будучи пойман, заплатит всемера и отдаст все имущество дома своего. Кто прелюбодействует с женщиной, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, без чести его не изгладится. Потому что ревность – это ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, и не примет никакого выкупа, и не удовольствуется, сколько бы ты не умножал даров. Это нужно прочесть на федеральном канале утром в 7 часов, когда все проснулись, и в 22.00, когда все отходят ко сну, потому что мы – страна блудников, страна развратников, с детских лет. Мы так сделали, что дети наши познакомились с порнографией, когда еще на как уговорили Гога и пешком под столом ходили. У них все это есть. И они томятся на медленном огне прелюбодеяния с ранних лет. А потом у нас женское тело доступно, только деньги заплати. Набери в компьютере и деньги заплати. Все легко, нет никаких усилий. Не нужно никого обхаживать, завоевывать, уговаривать, шептать, стонать, звонить, петь серенады под балконом. Какие серенады? Заплати и пользуйся, кем хочешь и как хочешь. Это наша цивилизация. Разве я не накажу за это, говорит Господь? Ох, накажет! И слава ему, когда накажет. А те, которые думают, что все так с рук сойдет, не сойдет, пока не покаешься. Это серьезнейший укор и тем, кто бросает жен своих ради секретарши, молодых всяких там девок этих длинноногих, бессовестных, которые еще жизни не знают. Это укор всем тем, кто засматривается на чужих жен и тем женам блудным, которые смотрят на чужих мужиков и тем женщинам, разговоры которых подслушать без инфаркта невозможно. Есть такой, ну не постыжусь сказать такой, хоть это и амвон святой, есть такой анекдот пропоручика Ржевского, как он случайно стал свидетелем разговора трех замужних дам и умер от стыда. Есть такое, сам слышал, краем уха, соберутся две-три бабы, начинают такое обсуждать между собою, что проститутки об этом стыдятся вслух говорить. Вы знаете, что проститутки о сексе не разговаривают. Об этом пишется в любой книге, которая про них напишет вам. Им стыдно говорить друг с другом о том, что составляет жизнь их от утра до вечера, от вечера до утра. И они между собой говорят, о чем хочешь, только не об этом. Но есть такие замужние дамы, которые такое говорят и такое обсуждают с такими же замужними дамами, что шлюха, сидевшая бы рядом с ними, постыдилась бы. И это наш мир, это наша цивилизация. Такие люди есть во власти, в бизнесе, такие люди есть в культуре, в политике, в театре, в кино, и в быту, и везде, и по соседству с нами. Чтобы нам такими не быть, храни вас Бог. Потому что нам, как положено святым, не подобает даже и называть по имени некоторых вещей. Чтобы мы были святы от макушки до пяток и боялись Бога. А то, что было раньше, у кого что было, потому что не все же Бога узнали с детства. Кто-то к Богу пришел уже с седой головой. А то, что было, то, что совесть мучит, это все ваши слезы, ваши молитвы, наше покаяние. Вот еще одна глава. То была седьмая глава притч. А вот пятая. Итак, дети, послушайте слов моих. Не отступайте от уст моих. Держи дальше... Он опять пишет о льстивой женщине. Здесь пишет, да. Держи дальше от льстивой женщины путь твой. Не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителям, чтобы не насыщались силою твоей чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будет истощены. Ты скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением. Я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим. Едва не впал во всякое зло среди собраний и общества. А дальше, смотрите, уже надо же утешиться чем-то, не все же ругаться. Пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улицам, потоки вод, по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Это о чем говорится? Сейчас узнаете. Когда апостол Павел пишет, написано, говорит, не заграждай рта у вала молотящего. И спрашивает, а валах ли печется Бог? Нет, говорит, но о нас, проповедниках. То есть там не мешает человеку, который говорит правду Божию. И здесь, когда про источник говорится, это не про источник говорится. То есть пей воду из твоего колодца, пусть не разливается она по площадям. Это про семя человеческое. Оно должно литься в одну, так сказать, утробу, а не по площадям. Источник твой да будет благословен. И утешайся женой юности твоей, любезной ланью и прекрасною серною. Груди ее да упоеваю тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. Можно это прочесть в третьем классе? Нет. Библию нельзя читать подряд всю, всем? Нет. Есть некоторые вещи, которые нужно прочесть только уже взрослому мужику, уже взрослой женщине. Слышите? Я же вам говорю, что некоторые вещи просто прямо эротичны в каком-то смысле. Они могут дурака соблазнить, а мудрого они порадуют. Потому что у премудрости есть груди. Из грудей премудрости истекает сила, разум, благословение, мудрость и так далее. То есть там эти любовные, эта вся мистика, допустим, в песне-песне говорит, левая его рука у меня под головой, а правой он обнимает меня за талию. Это же образ лежащих возлюбленных. Правда, да? А Ориген пишет, говорит, при мудрости Божией есть две руки. В левой руке у премудрости Божией богатство и слава, а в правой закон и милость. И вот левой рукой премудрость обнимает тебя за голову, и в ней богатство и слава. А правая рука обвивает тебя за стан, а в ней правда и милость. Вот он там это разбирает, кто думает, что здесь просто эротические образы, тут просто блудник и глупец. Здесь все духовно, здесь все свято, здесь все с неба. Вот и здесь тоже. Видите, как красиво говорит. Это можно понимать и прямо, и аллегорически. Утешайся, жену, юности твоей. Дал тебе Бог жену, утешайся ею, любезной, ланью и прикасной, усерной. Видите, как Библия хвалит женщину, как она красиво и называет. А кто, когда он вас так называл за пределами церкви? Кто, когда называл тебя любезной ланью и прекрасной серной? Да все называют тебя, ну давай, дуська там в койку, как бы, и все, везде. А что, нет, что ли? Везде. И по телевизору, и в жизни. Никто никогда не говорил женщине таких слов, какие Библия женщине говорит. И строгих, и красивых. Но теперь любой верующий муж может назвать свою на ушко шепотом любезной ланью и прекрасной серной. Это кто нас? Это Бог нас научил, Бог учит нас даже в любви признаваться. Представляете, какая красота? Сколько всего здесь есть. Для чего тебе, сын мой, услаждаться посторонней? Действительно, для чего? И обнимать груди чужой? Ибо придачами Господа пути человека он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственные беззакония. И в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется. Это, кстати, даже сейчас повторим еще эти слова, потому что они касаются наших стариков многих. по идее нужно к старости покаяться, наплакаться, помолиться, всех простить и устремиться к Богу, душой. Но есть такие беззаконники, которые к старости остаются глупыми, как в юности. Потому что беззаконника уловляют собственные беззакония. И в узах, в этих заплетах греха он содержится и умирает без наставления. и от множества безумия своего теряется. Это, наверное, касается многих из здесь стоящих, когда мы хотим причастить своих умирающих стариков, а они упираются и не хотят. Давай поисповедуемся, давай помоем, давай пособоруемся, давай то... А он в узах греха весь содержится, от множества беззакония своих теряется, ничего не понимает, потому что прожита плохо жизнь, беспокаяние закончится плохо. Это мы читали пятую главу притчи, седьмую главу притчи и вторую главу Малахии. Это потому, что Гурий, Самон и Авив защищают честное супружество. Они наказывают тех, кто вероломно нарушает святость брака, кто бросает своих жен, кто переписывает на них свои долги, а потом находит себе молодую. Сколько у нас таких случаев? Это же общее место как бы в бизнесе, когда много бизнесов у человека, он расписывает бизнесы по своим людям. И первая эта жена под боком взял, написал на нее это, 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 потом бросил ее бедную. В 40 лет, когда уже первые морщины появились, нашел себе 20-летнюю, которая еще без морщин, а на этой бедняжке оставил долги свои, таких сволочей тысячи. а поскольку мы потом с этими бедными женами общаемся, на которых висят многомиллионные долги, иногда долларовые многомиллионные долги, а она еще убиваема той мыслью, что ее любимый муж, который взял ее девочкой в какие-то 18-19 лет, что он теперь кувыркается в постели с какой-то молодой девкой, уже третьей или четвертой по счету, а на нее навесил долги и бросил ее, и таких случаев тысячи. Это не один случай, это тысячи. Дай человеку денег, и он сойдет с ума, и он начнет искать себе молодых любовниц и бросать свою жену, и так далее, и так далее. Гури, и Самон, и Авив, память которых мы совершаем, мстят за это, и пусть мстят. Кого нужно стереть в порошок, пусть стирают. Нам слишком долго приходится оправдываться в том, что христианство слабая религия. Все узнаете слабая религия. Как Господь будет всекать головы с плеч идиотам, как будет стирать в порошок негодяев. Сегодня мы поднимаем очень важную вещь брошенных женщин, блудных женщин, неверных женщин, тех женщин, которые сами виноваты в своих бедах, которые развратницы, которые любят грех и прелюбодеяние на стороне. И мы сегодня хвалим настоящих женщин, любезную лань и прекрасную серну, любовью которой муж должен утешаться постоянно. И не обнимать груди чужой, а наслаждаться женой юности своей, той самой, которую ты в юности взял и живешь с нею до старости, и до старости утешайся ею. Это Божие благословение, Божий закон, Божия красота и Божия милость. И для нее, и для тебя, и для всех, кто знает вас. Потому что если у супругов сохраняется любовь и теплота в отношениях, в браке, то нам приятно смотреть на них даже. Мы только думаем, а че у нас не так? А че у нас не так? А че мы начали гав-гав-гав-гав-гав? Там цап-царап, цап-царап, че мы тут цап-царап? А вот люди живут душа в душу, как будто они встречаются. Не так, как будто они прожили уже 38 лет, а как будто они только познакомились, только встречаются. Почему у них так? Хороший вопрос, правда? Это потому, что люди умеют наслаждаться друг другом и утешаются любовью друг к другу, и делят ложа супружеская с чувством счастья и радости, как благословение, и не уклоняются друг от друга для ложного подвижничества, а потом искушает их сатана невоздержанием их, а сходятся вместе и не разлучаются, и любят друг друга до старости. Это тоже закон Божий. Короче, здесь очень много всего. Вы знаете, что если мы решим вот этот комплекс проблем, связанных с семьей, верность, неверность, аборты, неаборты, значит, детность, многодетность, мы, по сути, исправим все, потому что все проблемы мира так или иначе связаны с семьей, с детьми и с супружеской верностью. Вот с этим. Если здесь все правильно, то остальное все будет правильно, клянусь. Там здоровье, деньги, там все это приложится и все поможется. Вот если здесь все правильно, а если здесь все не так, тогда нету пластыря, чтобы приложить на раны мира. Я думаю, вы запомните все, что мы прочли, потому что мы читаем это с вами для того, чтобы вы потом нашли сами. Значит, книга притчи Соломоновых. Это то, что нужно читать обязательно. Пятая глава и седьмая глава. Про любимую жену и про блудницу, от которой становится нищим до последнего куска хлеба. Ей аминь. Вот. И вторая глава книги Малахии, где Господь Бог говорит, не приму молитв твоих. От блудников Господь молитв не принимает, пока не покаются. Покайся. И услышан будешь. Не покаешься. Не приму. Ни от рук, ни от уст твоих. Никакого дара. Допримется это сердцами вашими. И да хранит Бог землю нашу и людей, живущих на ней. И всю церковь свою святую. И разум Божий да воссияет в сердцах наших. Аминь. Христос воскресе.